Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Время доставать шапки и теплые перчатки. В Самару пришли морозы. Выполнили работу на отлично. Самарскую область наградили за реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Хороший рейтинг нужно заслужить. В Самаре по-новому будут оценивать работу управляющих компаний. В Самарской области сегодня объявлен желтый уровень опасности. В регионе резко похолодало. В Самаре столбик термометра упал сразу до минус 13 градусов. Медики предупреждают, метеочувствительным людям нужно особенно внимательно следить в эти дни за здоровьем. Как самарцы восприняли перемены и чего ожидать от погоды в ближайшее время в сюжете Юлии Фроловой. В ближайшие дни расслабиться самарцам не удастся. Низкие температуры будут держаться еще минимум 4 дня, говорят синоптики. На дорогах местами образуется гололедица. Резкие перепады температуры и атмосферного давления в первую очередь сказываются на людях, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. В этот период им рекомендуется больше употреблять пищей, содержащей калий. Я заметила со вчерашнего дня, мне что-то стало плохо, а сегодня уже хорошо. Как вы относитесь к резкому похолоданию? Как обычно, болеем. Мы как бы люди уже после 50 лет. У нас, естественно, гипертонический криз, давление поднялось. Артериальное давление влияет, конечно, на нас очень сильно. Перемены погоды так или иначе чувствуют все, поэтому в такие дни не стоит загружать себя слишком большим количеством дел. После работы можно принять контрастный душ и выпить травяного чая из отвара липы, мяты или ромашки. Накануне в день резкого температурного перепада, особенно в сторону похолодания, старайтесь меньше есть. Исключите из рациона острые и жареные блюда – шоколад и алкоголь. По прогнозам синоптиков, осадков в виде снега в ближайшие три дня не ожидается, а вот температура воздуха будет снижаться. Помните, что главное – здоровье. Одевайтесь теплее и берегите себя. Юлия Фролова, Максим Гусев, События. Самарскую область похвалили за реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наш регион стал одним из пяти, которые отметила Министерство транспорта России за достижение лучших показателей нацпроекта. За это Самарская область получила диплом и памятную статуэтку в форме дорожного катка. В 2019 году по нацпроекту в Самаре продолжили капремонт заводского шоссе от 22-го портсъезда до улицы Земица. В начале сентября там возобновили движение трамваев. Также обновили участок Старозагора от улицы Советской армии до Нового вокзальной. Полный перечень дорог, которые обновят по нацпроекту в 2020-м, уже есть. Помимо этого начнут возводить вторую очередь Фрунденского моста. Также в нацпроект включили строительство моста через реку Сок в Красноярском районе. Одним нужен качественный ремонт от управляющей компании, другим парковка и спортивная площадка. Глава города Елена Лапушкина провела прием граждан. С какими еще вопросами обратились жители Самары, знает Елена Малютина. Некачественный ремонт от мостки в доме номер 71 на улице Садовой – давняя проблема для жильцов 23-х квартир. Во время дождей вода протекает в подвал. Больше всего страдает расположенная рядом квартира Марии Ионовой. Женщина много раз жаловалась в управляющую компанию. Там приняли меры, но их, считает Мария Ивановна, недостаточно. Поэтому она обратилась к главе города. Елена Лапушкина поручила в кратчайшие сроки главе Самарского района Роману Радюкову собрать экспертный совет, определить, какой ремонт требуется и выполнить работы. Горячая вода летом для жителей одного из домов в железнодорожном районе – удивительное явление. 16-этажный дом – последний на раздачу горячего водоснабжения. С 31 дня, 14 дней, вода меньше 50 градусов и давление. 4,5 тройка, я не могу на 16-й этаж поднять. У меня конструктивно заложено так, что нет станции поднятия давления. Инженерные системы дома пробовали неоднократно регулировать, но результата нет. Поэтому решено установить станцию по поднятию давления. Ее стоимость – около полумиллиона рублей. Финансовое решение предложил глава железнодорожного района Вадим Тюнин. Сейчас есть программа по энергоэффективности, которую предлагает фонд «Приформированный ШКХ». В рамках этой программы, если вы выполняете свои средства мероприятия по энергоэффективности и показываете экономию, чтобы образовываться на доме, они вам компенсируют до 80% затрат того, что вы принесли. У нас на сегодняшний день 4 таких дома уже заявились. На улице Мяге возле домов номер 6, 8, 10 и 12 убрали гаражи. Жители обрадовались и решили организовать парковку и спортивную площадку. Мария Чуракова и Людмила Чекмезова обратились к главе города, чтобы решить этот вопрос и включить их двор в программу по благоустройству. По поводу программ. Я бы вам все-таки рекомендовала поучаствовать в программе «Содействие». Это губернаторский проект, ну, логика такая же. Разрабатываете дизайн-проект, прописываете общие собрания. Также жители железнодорожного района хотят сдвинуть пешеходный переход возле диагностического центра ближе к 11 и 12 домам по улице Мяге. Глава города Елена Лапушкина поручила решить этот вопрос. Елена Малютина, Константин Головин. События. В Самарской многодетной семье Божиных родился седьмой ребенок. Маму и малыша встречали отец и старшие дети. Поздравил семью и министр здравоохранения области. Подробности в нашем следующем сюжете. Многодетный отец Александр Божин не скрывает радости. Сына решили назвать Савелий. Счастливый глава семьи признается о таком богатстве и не мечтал. Я думаю, я вообще умру хвостиком. Вот попал, смел. Девушка. Мои мечты. Трудностей Божины не боятся. Старшие дети уже подросли и помогают маме и папе по хозяйству. Ну, у нас все друг за дружкой закреплены. В принципе, старший за младшим. Он у нас всегда младших смотрит. Когда младший рождается, мы передаем в руки старшему. У нас старший смотрит за младшим. Пока маленький Савелий сладко спит на руках у отца, родители принимают поздравления. Подарок от региональных властей Самарской семье вручает министр здравоохранения Михаил Ратманов. Хочется порадоваться за отца, что это большой мужской поступок взять на себя такие обязательства. В Самарской области проживают 24 тысячи многодетных семей. Каждая получает финансовую поддержку в виде пособий, компенсаций и льгот. Кроме того, со следующего года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова семьям с новорожденными будут вручать подарочные наборы, в которых будет все необходимое для малыша. С начала 2019 года в регионе началась реализация нацпроекта «Демография». Совершенствуется финансовая поддержка, строятся новые школы и детские сады. Задача нацпроекта – повысить качество жизни семьи с детьми и, как следствие, рождаемость. Лариса Шлафаст, События. Ботанический сад получил статус особо охраняемой природной территории. До этого он находился сразу в нескольких зонах. Резервных территориях, общественно-деловой зоне для размещения объектов учебного и научного назначения, общественно-деловых зонах районного и городского значения. Теперь, по решению депутатов Городской думы, земельный участок площадью более 23 тысяч квадратных метров переходит в зону Р-4 – особо охраняемых природных территорий. Для города, для горожан большое достояние, где исторически сложилось, что фактически в центре, географически в центре Самары находится буквально оазис. Нам нужно, так сказать, для нас, для наших потомков, так сказать, закрепить это право неприкосновенности данной территории для иных целей. Ботанический сад был несколько лет закрыт на реконструкцию. Территорию начали приводить в порядок в августе 2017 года и открыли летом 2019. За это время здесь появились экологичные пешеходные дорожки из гравия, площадки, символизирующие планеты Солнечной системы, и Новый забор. Россия впервые возглавила Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН. Мэр Казани Эльсур Медшин избран президентом Консультативного комитета местных органов власти. Такое решение было принято на 6-м конгрессе Всемирной организации. Представитель нашей страны впервые занял столь высокий пост. Ранее интересы местных властей в ООН представляли мэры Иоханнесбурга, Стамбула и Парижа. Консультативный комитет ООН по местному самоуправлению представляет интересы 323 тысяч городов, мегаполисов и регионов по всему миру. Это самая мощная и влиятельная структура, ориентированная на муниципальные нужды. Кроме того, членами исполнительного бюро Евразийского отделения на период 19-22 годов стали представители Самары, Москвы, Казани, Ставрополя, Грозного, Ростова-на-Дону, Ижевска и Екатеринбурга. Поставили оценку. От рейтинга управляющих компаний зависит, будут ли они работать на рынке предоставления коммунальных услуг в регионе или нет. Кто оценивает труд коммунальщиков и по какой шкале, расскажет Сергей Кизоркин. Представители управляющих компаний Самары и Самарской области голосуют за объективную оценку их работы. Пожелание прозвучало на заседании Общественной палаты региона. Сейчас, по мнению коммунальщиков, рейтинги составлены неверно. Например, один из критериев эффективной работы – количество обращений граждан. Чем их больше, тем оценка работы управляющих компаний ниже. Управляющие компании считают это ошибкой. Важно выделять из таких обращений действительно проблемные, аварийные ситуации, на которые управляющая компания обязана реагировать молниеносно. И действительно текущую трубу от вопроса по квитанции здесь необходимо разделять. Мы предлагаем эти характеристики разделить. То есть действительно реагирование управляющей компании, вопросы информационного характера и вопросы непосредственно выполнения своей работы управляющей компании. Оценивают работу управляющих компаний государственная жилищная инспекция, муниципалитет и собственники жилья по пяти разным пунктам в зависимости от их компетенции. Получаются рейтинговые очки. Если кто-то не проголосует, управляющие компании автоматически теряют свои позиции в общей таблице популярности. Значит, есть повод у жителей сменить малоэффективную коммунальную организацию. Чтобы на этом рынке услуг не было манипуляций и подтасовок, управляющие компании просят, чтобы их работу оценивали эксперты. Обсудить накопившиеся проблемы собралась общественная палата. Если предложения будут одобрены, они поступят на утверждение в государственную жилинспекцию. Сейчас очень актуально вопрос о смене управляющей компании. И жители звонят и говорят, а какую управляющую компанию нам выбрать? Мы рекомендуем, смотрите рейтинг управляющей компании. Более того, у нас сейчас завершается конкурс, заседание комиссии прошло, лидер ЖКХ. То есть определение лучшей управляющей компании Самарской области. Представители управляющих компаний считают, что кроме оценки их работы на объектах, должны учитываться и другие показатели, такие как наличие денег на счетах, своевременная уплата налогов, плюс расчеты с подрядчиками и поставщиками. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События. Как проверить иностранного партнера и минимизировать риски на зарубежном рынке? Об этом и многом другом представителям бизнеса общества рассказали на семинаре, который прошел в железнодорожном районе Самары. Наш корреспондент Анатолий Головко побывал на встрече с предпринимателями и готов поделиться секретами успешного развития бизнеса. Участница семинара Надежда Еленова только недавно закончила университет. Она мечтает продавать одежду и сувениры. Будучи студенткой Самарского политеха, девушка помогала маме продавать подделки и находила клиентов. Теперь она планирует превратить хобби в мощный бизнес-проект. Сейчас очень модно открывать свое дело, поэтому я решила посетить этот семинар, так как здесь будет рассказываться об иностранных партнерах. Сейчас, допустим, многие делают закупки каких-то товаров, и это очень интересно, как с этим работать, потому что есть трудности. Чтобы сотрудничать с иностранными партнерами, необходимо убедиться в их надежности. Об этом участникам семинара рассказывают опытные наставники. Для минимизации рисков нужно сформулировать требования к потенциальному контрагенту, собрать о нем информацию, установить контакты, оценить эффективность взаимодействия с поставщиком. Эксперты рекомендуют работать с компаниями Евразийского экономического сообщества Бразилии, Вьетнамом, Китаем, Индонезией и Индии. Также они выделяют европейские страны – Сербию, Германию, Болгарию и Австрию. Все отзывы, какие существуют в интернете, нужно ознакомиться, прочитать. Финансовую грамотность данного партнера нужно изучить, чтобы как раз минимизировать данные риски. Семинары для уже действующих и начинающих бизнесменов проводят по национальному проекту «Мало и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которую инициировал президент России Владимир Путин. По словам организаторов, Самарская область все больше привлекает иностранных партнеров, которые хотят сотрудничать с местными предпринимателями. У нас огромные сырьевые ресурсы. Мы богатейший регион, у нас великолепное управление, у нас делается замечательная программа для малого и среднего бизнеса, о нас заботятся, для нас делают семинары, нас финансируют. Очень рады, что вообще есть для предпринимателей такая возможность. Этот семинар далеко не последний. В будущем организаторы планируют приглашать начинающих и уже состоявшихся бизнесменов на тренинги еще 16 раз. Участие бесплатное. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Далее, коротко о других темах дня. В Советском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего члена Совета депутатов промышленного района Минахмета Халиулова. Его обвиняют в коммерческом подкупе руководителя фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Депутат был заместителем гендиректора компании-подрядчика ФКР. По версии следствия, с июля 2016 до июля 2018 года он передал через посредника почти 12 миллионов рублей в Рео главы организации. Взамен Михаил Архипов должен был беспрепятственно перечислять деньги за выполненные работы, считает следствие. Минахмета Халиулова задержали в ноябре 2018 года. Сначала свою вину он отрицал, но затем изменил показания. Жители Самары были напуганы наплывом силовиков на центральном автовокзале. По словам очевидцев, людей в форме было около 20 человек. Они были с собаками, останавливали не только междугородние автобусы, но и обычные городские маршрутки. Заходили в салон, все осматривали, проверяли документы у водителя. Некоторые предположили, что ловят террористов. Но на самом деле это была совместная операция региональных подразделений МВД, ФСВ и Росгвардии, направленная на поиск нарушений законодательства в сфере пассажирских и грузовых перевозок и контроле режима пребывания на территории иностранных граждан. В Самаре горел частный двухэтажный деревянный дом на улице Неверова, 9 в Запанском. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности номер 2. В его тушении участвовали 68 человек, использовалось 20 единиц техники. Огонь удалось ликвидировать в течение часа. По предварительным данным, людей в доме не было, причина возгорания и ущерб устанавливаются. Авария со смертельным исходом произошла сегодня рано утром на пересечении физкультурной с Юбилейной. Около 4 утра 59-летний водитель Лада Приора выехал навстречу и врезался в стоявшую иномарку. Затем отечественное авто продолжило движение по своей полосе и столкнулось с припаркованной газелью. После легковушка пробила ограждение и врезалась в столб. Также помощь врачей потребовалась его 38-летнему пассажиру. Мужчину госпитализировали с переломами ключицы и ребер. О законах, которые должен знать каждый подросток. В Самаре отметили Международный день правовой помощи детям. Прокуроры, общественники и будущие работодатели встретились с учащимися школы-интернат номер 4. Подробнее мэрия Елчан. Знать свои права и обязанности. Роман Михайленко учится в школе-интернате номер 4. Здесь дети с ограниченными возможностями здоровья и те, у кого есть нарушение слуха. Сегодняшняя правовая лекция для парня особенно важна. Он хочет найти себе хорошую работу. Рома любит готовить и мечтает стать поваром. Сам себе готовлю завтраки. Мама спит, я рано очень встаю, далеко еду в школу. Сам себе завтрак готовлю. Трудовые права молодежи должен знать каждый. О них ребятам рассказали работники прокуратуры Самарской области и общественники. Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В этот день в 1989 году Ассамблея ООН приняла конвенцию о правах ребенка. Особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. Это, наверное, главное для любого человека, тем более человек с ограниченными возможностями здоровья. Обучение – это одно, а найти себя в жизни, найти профессию, быть благополучным, устроенным – это очень актуально и очень важно для наших детей. Мы понимаем, что ребята имеют определенные ограничения по здоровью, и поэтому для них знать вот те особенности, которые работают по законодательному уровню в отношении них, скорее всего, обязательно. Бывает, что работодатели не принимают к себе тех, у кого проблемы со здоровьем. Общение с ними складывается непросто. Но специалисты напоминают, каждый из ребят также имеет право на труд, отдых и зарплату. Мэри Елчан, Василий Колдашов, События. Загадки, шарады и ребусы. Об истории области. В Самаре прошел квест для студентов юридических факультетов. Подробности узнал наш корреспондент. Познакомиться с историей области в игровой форме. В Самаре прошел квест для студентов юридических факультетов региона. В его основе разные исторические факты и события. Встречается для того, чтобы пополнить запас знаний исторических на примерах конкретных личностей, которые жили более ста лет назад. Это интереснее для молодежи, нежели экскурсию. То есть люди будут искать сами эти объекты и узнавать, получается, с нами эту информацию. Квест – это совместный проект областной прокуратуры и Самарского экономического университета. Студентам надо было разгадывать загадки, ребусы, шарады, которые так или иначе связаны с историей области. Ребятам пришелся по душе такой формат. Для нашего общего развития. Чтобы мы и наши дети знали, что у нас было в прошлом и не забывали об этом. Такие мероприятия просто необходимы. Их обязательно нужно устраивать. Чтобы люди знали не просто свою улицу, по которой они каждый день ходят, а чтобы они знали в целом историю своей малой родины. Следующий квест организаторы планируют посвятить истории Самарского областного суда. Юлия Фролова, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Проходит все, а живопись жива. Виртуальный проект «Шедевры музеев России» позволяет приобщиться к сокровищам культуры, хранящимся в музеях России, не выезжая из родного города. Каждый месяц Дворец ветеранов собирает любителей искусства. Подробнее в следующем сюжете. Галина Дитинкала много лет на пенсии, но сколько себя помнит, всегда тянулась к прекрасному. В молодости на путешествия ни денег, ни времени не было, а сейчас уже и сил нет. Поэтому проект «Шедевры музеев России», который можно увидеть в Самарском доме ветеранов, для Галины Васильевны оказался находкой. Не всегда есть возможность ездить в тот город, где есть этот музей. А здесь такое познание, здесь такая красота. Вы знаете, тем более красота спасает мир, правильно? И так интересно, здесь так интересно все рассказывают. Я с большим удовольствием хожу сюда. Мультимедийный проект носит культурно-просветительский характер. Мировые шедевры жители могут увидеть, не покидая пределов родного города. В этом году любители искусства во Дворце ветеранов встречаются уже в восьмой раз. У них появилась возможность посмотреть видеофрагмент о биографии известного русского художника Виктора Васнецова. Виртуально прогуляться по дому, в котором он жил и работал, над известными картинами, такими как «Баба-яга», «Спящая царевна», «Сивка-бурка», «Кощей бессмертный», «Царевна-легушка». В атмосферу русской сказки помогает окунуться и аккомпанемент ансамбля народных инструментов. С нами работают профессиональные художники, которые объясняют, как нарисовано, что те или иные шедевры, что в них изображено. Это всегда еще и музыкальное сопровождение, то есть это более глубокое погружение в тему. Каждая встреча вызывает особый отклик у людей старшего поколения. Это возможность не только получить новую информацию, положительные эмоции, но и прикоснуться к прекрасному, которое порой совсем близко. Юлия Фролова, Николай Епифанов, События. Последнюю неделю самарцев больше всего интересовало то, как играет российская футбольная сборная в отборочном турнире чемпионата Европы. За неделю одним из частых поисковых запросов, по данным Яндекса в этой системе, стал матч между Россией и Бельгией. Игра оказалась разгромной для нашей сборной, она проиграла со счетом 1-4. Такой слабой защиты у нас давненько не бывало, разочарованно комментирует в соцсетях матч самарцы. Но российским футболистам удалось реабилитироваться, сборная разгромила команду Сан-Марина со счетом 5-0. Эта новость – самый частый поисковый запрос за прошедший день. Продолжаем спортивную тему. Полузащитник самарских крыльев Советов сыграл за сборную Молдавии в отборочном турнире к Евро-2020. Ну а пока в российском чемпионате перерыв, волжане без дела не сидят. В контрольном матче основной состав крыльев разгромил дублеров 7-1. Что еще интересного происходит в спортивной жизни Самары, расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Самарские новости спорта покажет Самара ГИС. Тольяттинская дзюдоистка София Редькина завоевала бронзовую медаль в первенстве России. На татаме в Красноярске вышло более 600 молодых спортсменов. Редькина победила в весовой категории до 78 килограммов. Этот успех позволил дзюдоистке попасть в национальную сборную. А футболист Крыльев Советов Раду Генсарь уже сыграл за национальную сборную, правда, Молдавии. В отборочном матче чемпионата Европы против Исландии. Команда Генсаря проиграл 1-2, и полузащитник уже на базе Крыльев Советов и готовится к матчу с ЦСКА, который пройдет в Москве в это воскресенье 24 ноября. Сейчас Самарский клуб занимает 12 место, армейцы 4. А боксер-профессионал Максим Власов выйдет на ринг 30 ноября. В Майкопе в республиканском центре Адыгея соперником Самарца будет Эммануэль Мартея из Ганны. На кону пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации. В активе Власову 44 победы и всего три поражения. На счету Мартея 15 боев и 15 побед. Это были Самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на ютюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары Гиз на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на ютюбе. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»